Курская молодежь до призывного возраста демонстрирует навыки тактической, огневой и строевой подготовки, радиационной, химической и биологической защиты, а также учится оказывать первую медицинскую помощь. В понедельник в школе номер 8 прошел первый этап сборов курсантов военно-патриотических клубов региона. Моя коллега Ирина Шашкова попыталась выполнить некоторые задания и оценила, каково оно – Родину защищать. Ветеран Великой Отечественной войны Газар Карапетян регулярно встречается со школьниками. Мы в суверенности верим, что это люди, которые будут не только поддерживать наши все традиции, которые созданы были, и они будут умножать эти традиции. Для этого надо постоянно работать с ними, рассказать правду о войне. Сила, выносливость, умение обращаться с оружием. Совсем скоро ребятам предстоит пополнить ряды вооруженных сил. Сегодня есть такой момент, что срок службы уменьшится с двух лет до одного года, поэтому юноши, молодые, которые еще сидят за школьной партой, они уже должны обладать какими-то навыками, умениями, для того, чтобы, придя в армию, в течение пяти месяцев обучения, уже показать свои навыки на практике. Аня Бирюкова уверена, физическая и медицинская подготовка, навыки самообороны пригодятся в жизни. Ну, девочкам это тоже очень интересно. Например, я с удовольствием, меня позвали, и я согласилась сразу же. В медицинской подготовке занималась учителем, мне все рассказывала, объясняла, мне это очень заинтересовало. А физическая, ну, я занимаюсь танцами, поэтому у меня есть физическая подготовка. В соревнованиях приняли участие 10 команд. Все они курсанты военно-патриотических клубов. Применить на практике свои знания показанию первой медицинской помощи решила и я. У нас есть условно пострадавшие и необходимые предметы. Сейчас мы останавливаем артериальное кровотечение. Итак, берем жгут, накладываем его выше раны, затягиваем и фиксируем. Ваня Шумаков регулярно участвует в военно-патриотических мероприятиях. Это дает уверенность в дальнейших жизненных случаях, когда будешь служить в армии, допустим, какие-то будут экстренные случаи в жизни. Победители сбора в 2013 отправятся в лагерь для допризывной молодежи. Ирина Шашкова, Антон Латышев, телеканал СЕИМ.